Израильские военные заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена Хезбаллы в результате авиаудара по транспортному средству в Ливане. По их данным, это был Исмаил Альзин, командир противотанкового ракетного подразделения сил Хезбалла Радван. В заявлении Цахал говорится, что Альзин был экспертом по противотанковым ракетам и отвечал за десятки атак на израильских гражданских лиц и военных. Источник близкий к Хезбале заявил, что Альзин не был высокопоставленной фигурой, но подтвердил, что он состоял в элитном подразделении группировки. Между тем, десятки тысяч людей вышли на улицы израильских городов с требованием отставки премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Они недовольны тем, что тот не хочет идти на уступки и соглашаться на условиях Амас, чтобы освободить 130 заложников, которые остаются в руках боевиков с 7 октября. В некоторых районах Иерусалима произошли стычки между полицией и протестующими. Правоохранители использовали водомёты. Несколько человек арестованы. Часть протестующих также направилась в район, где проживают ультраортодоксальные евреи, и устроила там потасовки. Многие израильтяне недовольны тем, что ультраортодоксальные евреи-мужчины освобождены от военной службы. Около 600 израильских солдат были убиты с момента нападения Хамас 7 октября и последовавшей войны в секторе Газа. Это самые большие потери среди военных Израиля за последние годы.